Доброго времени суток друзья! Всех приветствую на канале Airzone Game и предлагаю вам проследовать вместе со мной для того, чтобы обозреть новый остров, который открылся 2 мая этого года и называется он Arma 3 Olympus Live, ну или просто Олимп. Ну и судя по начальному меню, это одна из юнионских сборок. Автоподключения у него нет, поэтому вписываем вручную и заходим. Далее непродолжительная загрузочная заставка и перед нами выскакивает меню, предлагающее нам выбрать точку появления. Ну естественно мы выберем точку появления ковала, это уже наверное стандарт и мы видим, что переделана карта, по крайней мере точно переделаны иконки. Переделан также шрифт, но шрифт выбран белого цвета, что конечно же не самое лучшее решение, потому что если переключить эту карту в режим картографии в белом фоне, то надписей будет не видно. Ну я думаю, что к карте мы еще вернемся, а сейчас давайте посмотрим, что же здесь изменено в центре ковала. Естественно, что центр ковала всегда подвергается изменениям, ну и вот так вот выглядит здесь изменение. Надо сказать, что изменение минимум, то есть тут тоже присутствует минимализм. Стоят какие-то то ли яблони, то ли японские сакуры, уж не знаю, что это за деревья такие. Выделена парковка за высоким забором, ну и в общем-то все на этом. Как я уже и сказал, тут присутствует минимализм и наверное это самый минимальный проект, на который я захожу. Да, тут заменены текстуры дорог, но центр ковала изменен ну просто минимально. Вот я даже не могу вспомнить ни одного проекта, на котором бы я видел, что вот настолько мало было изменено в ковале. Ну и давайте вернемся к карте. Карта все-таки показалась мне интересной. Изменены иконки, изменены надписи, изменен цвет надписи. Но как я сказал, цвет надписи на мой взгляд выбран не очень верно. И сейчас мы на это посмотрим. Также заметно, что добавлен ряд интересных, на мой взгляд, ресурсов, добычи ресурсов имеется в виду. Ну а вот если переключиться на вот такой вот вид, то все надписи, как вы видите, исчезают. Потому что, как я сказал, цвет надписи выбран не очень верно. Вот в таком положении практически ничего не видно. Зато хорошо видны иконки. Ну ладно, переключимся обратно в режим спутника и посмотрим еще, что здесь есть интересного на этой карте. Видно, что есть уже какая-то премиальная группировка, на которую мы тоже, может быть, позже посмотрим. Есть ряд интересных ресурсов. Есть красное дерево, черное дерево, простое дерево, обсидиан. Ну и да, карта, мне кажется, неплохая. Не всем, правда, нравятся такие вот мелкие иконки, но мне один, например, нравится. Единственное, что мне кажется не хватает этой карте, это полноценного меню. Потому что меню, как можно сказать, что у этой карты нет. Есть только возможность отключать или подключать ряд каких-то иконок. Вот, в общем-то, и все. Не хватает, да, вот хотелось бы увидеть полноценное меню. Но его, к сожалению, здесь нет. Ну, вот так вот выглядит карта. Ну и, по крайней мере, на ней нет фиолетовых доисторических иконок. От нее, можно сказать, не пахнет нофталином. Карта выглядит свежо. Ну, а вот банкомат. И нам дают 50 тысяч подъемных. Не могу сказать, что за экономика по этой цифре. Давайте пройдем и посмотрим, что есть в магазине. Магазин находится здесь же, на площади. И все магазины, какие есть на этом проекте, по крайней мере, в кавале, собраны вот в этом вот ларечке. Подходим к вот этому ноутбуку, взаимодействуем с ним. И здесь выскакивают все магазины, какие есть. Уж не знаю, насколько хорошо такое решение, но тут действительно собраны все магазины. Сюда же надо продавать и собранные плоды, здесь же и покупать одежду, здесь же покупать продукты, как видите, и хостовары. В общем, все-все-все сделано вот в этом вот ларечке. Просто выскакивает менюшка, и там по очереди мы сейчас будем выбирать все нужные нам магазины. Не знаю, почему сделано так, почему не раскидано по разным магазинам. Не могу сказать, хорошо это или плохо, но человек, который здесь со мной играл, подошел после меня, вот я покупал, и он тоже подошел. Ему это жутко не понравилось. Хотя мне кажется, что достаточно интересное решение. В общем-то, вам не надо будет бегать, вы все можете купить в одной точке. Не знаю, вот я вижу такое первый раз, чтобы все магазины добавлены были в одно место. Такого не встречал еще нигде. Всегда это все разбито по разным магазинам, и бывает даже очень далеко надо бегать от одного магазина к другому. Здесь же вот сделано таким вот образом. Кстати, вот и лицензии тоже здесь, и вы видите, сколько они стоят. Какие расценки на лицензии. Очень дорогие здесь лицензии домовладельца и лицензии фиози. Все остальное, в общем-то, доступно сразу же к покупке. Я всегда беру первые три лицензии. Это водителя, пилота и дальнобойщика. Ну, это для того, чтобы просто посмотреть, какая авиация здесь есть. И, в общем-то, получить сразу же доступ к машинам. Тоже, чтобы на них посмотреть. Тут же, как видите, и питание. Питание тоже принадлежит достаточно древней сборке. Это с открывашкой открывается этот тактический бекон или напитки. В общем-то, такое все достаточно старенькое. Но видно, что сборочка это не свежая. Не свежая, она перелопаченная, но эта сборочка очень старенькая. И тут даже, если поковыряться в настройках, то попадается название ЦИГИЛ. То есть, когда-то эта сборка принадлежала проекту ЦИГИЛ. Остались их адреса, группа ВКонтакте и тому подобное. Каким-то вот образом она попала сюда. Ну и переходим к одежде. Одежды достаточно приличное количество. Есть интересные, кстати говоря, одежки. Я посмотрел и даже выбрал себе чего-то. Будем проматывать достаточно быстро, потому что это не особо интересно. Но, тем не менее, вы успеете посмотреть, что есть какие-то интересные модельки. Которых мы, может быть, раньше не видели или не встречали. Но они здесь присутствуют. Одежды много. Одежды, да, действительно много. Есть аксессуары, есть шляпы. Все здесь есть. Чего-то уж прямо такого мега интересного, конечно, мы здесь не увидим. Но я уже как-то говорил, что, к сожалению, из проекта в проект перекочевывает вот эта вот одна и та же однообразная одежда. Иногда меняется только цветовая гамма у этой одежды. Ну а так она из проекта в проект перекочевывается. Я так понимаю, я не ковырялся, не смотрел, но я так понимаю, что она в каком-то доступе в интернете есть. Потому что, ну, действительно, на какой бы проект ни зашли, вы везде увидите практически одно и то же. Такую более-менее универсальную какую-то одежду, уникальную одежду можно увидеть на проектах, там, не знаю, My Life какой-нибудь, ну, такие специфические проекты. Там еще как-то можно увидеть какую-то более или менее уникальную одежду. На этих же проектах, которые вот перекочевываются, можно сказать, копируют друг дружку, у них нету ничего интересного. Ну, встречается, вот как и здесь, есть несколько моделей, которые мне приглянулись, я их до этого не видел, но их же я и одел. Также одежду можно покупать здесь на повстанческих базах, но до туда я так и не добрался, это уж забегая вперед. Но там тоже есть какая-то одежда, которую мне посоветовали там посмотреть. К сожалению, я так и не успел до туда доехать. Ну, а что касаемо рюкзаков, то я взял самый дорогой и, как оказалось, зря. Потому что рюкзак за тысячу имеет то же самое количество слотов, что и рюкзак за десять тысяч. Поэтому я, в общем-то, выкинул деньги на ветер. Ну, и ладно. Интересная еще штука, что из-за того, что я неправильно покупал, все, что у меня было, видите, все вывалилось, теперь валяется на земле. Сначала надо было взять одежду, а уже потом набивать карманы всякими интересными штуками. Ну, я сделал все наоборот, и у меня все повываливалось. Вот забавная произошла со мной такая вот ситуация. Ну, интересно, что ничего не пропало, а все просто лежало здесь же на земле. Чего нельзя сказать о почтовой службе? Если вы знаете, то для того, чтобы получить машину, надо переодеться в почтовую одежду. И вот когда я переодевался и положил всю свою одежду на землю, чтобы получить машину, после появления машины моя одежда пропала. То есть все, что сейчас на мне, все исчезло. Ну, а пока я рассказывал про бак с почтовой службой, мы пришли в автосалон. Вот таким вот образом он выглядит, и если вы заметили, там стоит банкомат. За что, опять-таки, спасибо автору. Я обожаю, когда банкоматы ставятся рядом с местами покупок. Это, я считаю, правильное и умное решение. Ну, а вот такой вот автотранспорт здесь есть. Автотранспорта немного, но он разбит на разные магазины. То есть магазины подразделяются по категориям. Внедорожники, спортивные, элитные, ну и тому подобное. Это один из магазинов. Здесь первоначальный транспорт. И тут же еще продается, так сказать, БУ-транспорт, который мы тоже сейчас посмотрим. Есть разновидности покрасок, но, как заметил один из игроков на этом проекте, почему-то нету черной краски. Ни в одном магазине не красится машина в черный цвет. Я вот, если честно, даже и не заметил. А вот он такое заметил и мне об этом рассказал. Ну, а вот так называемый БУ-транспорт. Интересный квадроцикл на шести колесах стоимостью в одну тысячу. Ну, а дальше, как вы видите, уже цены совсем другие. И вот ценовая политика на этом проекте по машинам, имеется в виду, мне не очень понравилась. И, как вы можете заметить, все, что мне сейчас доступно, это вот этот вот квадроцикл. Дальше идет просто огромная бездна по стоимости. Доступное транспортное средство стоит тысячу, следующее уже идет 20 тысяч. Причем, это доступный квадроцикл, он еще и по вместительности самый доступный. И все. А больше никакой градации, как вы видите, нету. Нету выбора никакого. Меня ставят перед выбором покупать вот этот вот квадроцикл или идти пешком, потому что больше, ну, выбирать нечего. Нету вот этой вот пошаговости. Можно сказать, что нету возможности выбора первоначального транспорта. И следующий шаг, это сразу же 20 тысяч. А причем машина за 20 тысяч имеет багажник гораздо меньше, чем квадроцикл. Поэтому не имеет в этом даже и смысла никакого. Вот это мне не особо понравилось. Осталась одна надежда на грузовой транспорт. Поэтому пойдем сейчас посмотрим на грузовики этого проекта. Ну, а в магазине грузовиков ничего хорошего для себя я тоже не увидел. Как видите, начинается все со 150 тысяч. Дальше идет еще за 120 тысяч маленький нефтевозик. Ну, и следующие цены вы уже видите. То есть, изначального транспорта для новичка, то есть, для пришедшего на проект, в общем-то, нету. Придется колдырить или яблоками, или еще каким-то методом набивать себе 150 тысяч. Напомню, что изначально нам дали всего 50 тысяч подъемных, из которых мы уже половину потратили. На одежду, на лицензии, на шмотки и вещи, нужные нам в дальнейшем. Поэтому вот, кстати, вот видите, действительно, черной краски нету. Я вот даже и не обратил на это внимание. Ну, а вот, что касаемо цен, то, ну, 150 тысяч, это, конечно же, такая, ну, неподъемная сумма для новичка. И, как видите, ну, нету никакого начального, там, какого-то УАЗика за 60 тысяч, там, например. Или, там, какой-то еще машинке маленькой, небольшой, там, за 40, за 50. Ну, нету градации, то есть, сразу же начинается со 150 тысяч. Ну, это, мне кажется, слишком высокие цены. И я даже не знаю, что мне сейчас делать, чтобы заработать на вот этот вот грузовичок. Ну, а остальные машины, цены вы видите. Радует то, что VIP-овские машины не отличаются по вместительности. Мне кажется, это достаточно честно. Ну, а меня игра вынудила сесть на почтовую машину. Причем, я подчеркну, игра меня вынудила, потому что никаких больше вариантов мне не предлагается. Можно, конечно же, купить квадроцикл за тысячу и ездить, там, еще, наверное, часов 8 за яблоками, чтобы накопить себе 150 тысяч. Или можно заниматься, например, той же медью. Но, напомню, что у него всего 65 слотов. Сколько надо будет сделать хода, кругов с медью, чтобы заработать себе на машину. Поэтому, игра меня просто вынуждает сесть вот на эту вот машинку и заниматься почтовыми доставками. Ну, а, кстати, вот так вот выглядит здесь полицейский департамент. Не могу сказать, что очень угрожающе, все достаточно мирно и граждански так, но все равно я не вижу в этом смысла. Ну, те, кто смотрит мои видео, знают, что я к блокпостам отношусь очень негативно. Я не вижу в них смысла. Поэтому я уже неоднократно показывал ИРП, какое здесь происходит, поэтому я всегда показываю и говорю, что я их не люблю. Ну, и мне ничего не остается, как ездить туда-сюда, фармить денежки вот на этой вот машинке. Повторюсь, что игра не предлагает мне больше никакого выбора. Да, конечно же, можно поехать на яблоки и колдырить яблоки, но это будет еще дольше. Поэтому всего один вариант. Садимся и едем на почтовой машине. Ну, и раз уж там все равно проехать надо будет через весь остров, поэтому заедем в магазин авиационной техники. Справедливости ради я должен сказать, что мотуляться каждый раз в аэро вам совсем не надо. Магазин авиационной техники есть и в Кавале. Это я просто проезжая мимо заехал на аэродром. Ну, а вот такая вот авиационная техника здесь присутствует. И, как видите, самый большой вертолет, он, к сожалению, по ВИПке. Ну, есть из чего выбрать и без ВИПки. Не могу сказать, что много авиации здесь представлено, но, тем не менее, она есть. И вот здесь, кстати, ВИПовский вертолет уже, ну, так скажем, на голову выше по вместительности, чем все остальные предоставленные нам вертолетики. Ну, а мне нужен вот такой вот маленький, первый, изначальный. На него-то я и буду равняться. Ну, и ладно, в общем-то, я поехал дальше бомбить на этой почтовой машине. Но надолго меня не хватило. Я сделал два максимальных рейса, это точка 1, точка 20, потом точка 20, точка 1, но денег заработать не удалось, но наскучило очень сильно. Поэтому я вернулся в магазин и все-таки купил этот шестиколесный квадроцикл и решил уже поездить на нем просто из-за того, что, ну, надоело смотреть на трассу, на однообразие и мотаться туда-сюда. Ну, а посему хоть как-то разнообразить свой досуг, я поехал в яблочный сад, чтобы посмотреть, что заодно, как же здесь выполнена сама добыча ресурсов. В общем-то, по этой точке можно узнать и как выполнены и все остальные точки, но мы съездим, посмотрим на другие. Ну, а выполнено это вот таким вот образом. Ну, как всегда, глупость то, что мы добываем яблоки тяпкой, но это ладно. Но здесь есть, как вы видите, автоподбор, то есть я не вижу никаких корзин, никаких мешков, все, я делаю три взмаха тяпкой и дальше он делает движение рукой, опа, все, собрал. Это замечательно, это не полная автоматика, но это полуавтоматика, то есть я нажимаю только один раз левую кнопку мыши и все, дальше персонаж сам бьет, сам собирает и, как видите, идет еще автоматическая прокачка. Ну, прокачку можно посмотреть клавишами Ctrl-T, в общем-то, потом мы коснемся этого древа прокачки. Вот таким вот образом здесь это выполнено. Я считаю, что это огромный плюс, потому что это не мучает игрока, как я это всегда и говорю. Ну, а что касаемо цены на собранный мной урожай, то, конечно же, как и на всех проектах, что яблоки, что персики, все это стоит какие-то копейки. Но здесь есть огромный выбор всевозможных. Здесь есть и бананы, есть какао, есть ананасы, по-моему, или кокосы. Ну, огромное количество всевозможных ресурсов имеется в виду плодово-овощных. Это мы еще не касаемся всех остальных ресурсов. Также на этом проекте можно заниматься гражданскому и нелегальным товаром. То есть, вместо того, чтобы ехать на яблоки, персики и тому подобное, вы можете ехать собирать урожай конопли, еще каких-то видов наркотиков, или можете купить семена и сами их посеять, и точно так же их потом продать. Правда, для продажи нелегальных товаров нужно присутствие хотя бы одного полицейского на острове. Ну, и как бы то ни было, в этом случае вас ничто не ограничивает, даже отсутствие лицензии повстанца. Вы можете идти и заниматься какими-то нелегальными видами деятельности. Ну, а мне на тот момент надоело и наскучило фармить, хотя денег я так и не заработал. Я пошел смотреть, какие еще достопримечательности и какие еще машинки есть на этом проекте. Как я и говорил, машинок много, но они все разбросаны по разным магазинам и по разным категориям. То спортивные автомобили, вот это, по-моему, был магазин внедорожников. Ну, и, в общем-то, вот так вот они здесь классифицируются по разным магазинам. В отличие от магазинов, в котором и одежда, и продовольствие все в одном. Здесь же нет, здесь все раскидано, и опять вот этот же человечек, который со мной сюда пришел, он и заметил, что действительно нету почему-то черной покраски у транспорта. Ну, а транспорт вот такой. Следующий же самый большой на проекте магазин, это гражданского спортивного транспорта. Ну, вот так вот он выглядит, и давайте посмотрим, что за машинки здесь есть. Машинок, как видите, немного, но если брать в целом, то их огромное количество. Ну, просто, как я и сказал, они все вот подразделяются под разными категориями. И надо ходить по разным магазинам, смотря в зависимости от того, что вас интересует. Если спортивные автомобили, то вот, если внедорожники, то только что мы были. Ну, и начальный транспорт я уже показывал. Ну, а машинки вот такого вот вида. Здравствуйте. Приветствую. У меня тут вызов был, вызывали, говорят, что на больнице ездит и дает. Не видел, никого не видел. Да? Странно. Ну, как работается? Хреновенько. Почему? Странная экономика. Так яблоки в цене упали в перекуски. Да, тут не в яблоке дело-то. Тут нету по... Нету машины, на которой можно работать. Ну, вначале это всегда с квадроцикла начинается. Ну, здесь я уже вот, ну, сделал четыре ходки на почте и уже сюда еду шестой раз, а мне не хватает все равно денег, чтобы купить первоначальную машину. Кто это подумал? А вы смотрели внедорожники? Внедорожники? Да, да, смотрел. Так они там, там есть 75 слотов. Вот этот 65, а тот 75. Ну, разница-то какая. А первоначальная машина стоит 150 тысяч. А, 150 слотов, который? 150 слотов, я такого не видел. А этот, в этот ездили грузовики? Да, грузовики начинаются от 150 тысяч. Ну, с этой, ну, это Mercedes Sprinter. Да, 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 я про него и говорю. Ну, вот, замечательный грузовик. Никто ж спорит, что он не замечательный. Единственное, что на него накопить-то, это просто долбануться же можно. Жизнь, она нелегкая, специально сделана для того, чтобы людям не все так и вкуда ловаться. Кстати, хороший совет, это на заказках сейчас топлива, кстати, не хватает, многие жалуются. И по полторы тысячи можно за бочку продавать. Чем помочь-то им? А? Как помочь-то, если машина топливная стоит еще дороже? Топливная машина, по-моему, стоит ранее, ну, сотки что ли? Нет, 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 там, 150-160 вот начальная цена. Значит, топливная стоит 150, а Мерседес 160, как-то вот так вот там. Я уже был, там два раза туда ездил уже. А сколько вам хватает? Я заработал 130 уже. Удолбанул. Не, не надо, я человек гордый. А, в мострах как вам? Да пока еще не понял, я не вылезаю из грядок, вот уже вторую бурю не вылезаю. Нет, ну, нету, понимаете, нету последовательности. Должна быть машинка, например, там, ну, ну, так, примерно скажем, на 50 слотов, да, доступно я. Там, следующий шаг. А тут как будто, либо вот такой квадроцикл, либо, ну, 150 косарей копей. Так я сейчас скоплю 150 косарей, а еще пока нету даже понимания, как мне их отбить. Сколько еще? Еще 100, еще 4 бури отбивать их. Последовательности нету, ступенчатости. Ну, мы подумаем насчет этого. Знаете, вот есть там на некоторых там островах уазик, там, маленький, там, на 150 слотов. Потом следующий, там, какой-то газончик, там, или газелок, там, на 200 слотов уже. Ну, такая идет ступенчатость. А тут вот, ну, с квадроцикликом, с этим вот. Я не рискую ехать, чтобы он очень долго, он не скоростной. На ту же медь-то хотел, ну, думаю, блин, ну, я пока на нем дотащусь, это вообще жопа будет. Он вообще не быстрый. Поэтому, ладно, уж попарюсь здесь на яблоках. Все-таки ходка 5000, ходка 5000. Далеко. Здесь близко чего-то, я раз до города. Раз-раз, там, ну, по 5000. Здесь, ну, где-то трачу, наверное, минут 20. А, этот уровень вы качаете? Качается, потихоньку качается. Хорошо, хоть полуавтоматика здесь, вот это радует. То есть, нету, говорю, полуавтоматика вот радует. То есть, я побил, сам собрал. Это, честно говоря, моя идея была. Я просто помню, когда на проекте на острове Экстрема завезли вот эти мешки. Вот, вот, вот. Я очень долго матерился, и все это подхватили идею. Но это ебала. А, прийти на остров ради того, чтобы как-то вторую работу, я не считаю нужным. Прямо мои слова, блин. Поэтому мы это сделали. Вообще, планируем олдскульный, скажем, остров создать. Ну, есть. Я уже посмотрел, у вас есть ряд интересных решений. Пока не удалось мне все посмотреть. Ну, очень сложно. Вот, начальные этапы. Нету градации вот этой вот. То есть, либо вот эту. Сегодня я транспортное средство добавлю. Кстати, легковые там, джипы посмотрели. Понравились вообще тачки. Тачки очень хорошие у нас. Ну, я проехался уже, да, посмотрел по магазинчикам. Машины уникальные. Даже тот же самый спорткары, да, они дорогие. Но, блин, там тачки прям лютые. Бак один даже нашел. Какой? Range Rover Sport на 1360 слотов у вас стоит. А, мы это исправляли, забыли в этот раз исправить. Спасибо, что мы поняли. Просто у нас БДшка с деталом была. Заново все настраивали. Я напишу сегодня, чтобы это исправили. Этот баг мы уже находили сами. Просто у нас БДшка тела забыли исправить второй раз. Понял. Ну, а так, что по фишкам вообще какие-то? Есть интересности? Есть для премгруппировок фишки. Кстати, мы приветствуем премгруппировки, которые будут не как военные базы, да, а там какие-нибудь, не знаю, здания, там, особняки. И премгруппировки, которые, ну, чисто как мафия, там, итальянская мафия, японская, якутская, там, что-нибудь такое. Но не военизированные, а просто такие ребята, которые чисто от РП отталкиваются первично. А не то, что смысл их не воевать там с пленками и друг с другом, так скажем, не с ментами разместиться. Нам это не особо интересно. Хотелось бы что-нибудь вот такое сделать. У нас сейчас есть одна... Прямо моими словами, говорите и говорите. Это военизированные есть одна только группировка, это СВТ, и то они миротворцы из-за этого, как бы, будут помогать потом полиция, когда уже остров будет более раскрученный. Ну, а так, по фишкам, есть склады алкоголя, там, ну, различных склады ресурсов, которые можно захватывать раз в бурю и вывозить из них ресурсы. А если склад, например, под госконтролем, то бывает перестрелка с ментами, естественно. Это вот флажками обозначено, да? Да. Кстати, наркота фармится также гражданскими. Вы можете подъехать, например, переработке, например, той же самой героина, да, и на бурю себе купить лицензию. И в течение бури можете фармить спокойно в будущем даже гражданским. А продавать только в ресурсе ментов? Ну, один мент достаточно. Пока онлайн, так как низкий, до 20 человек, до 30 раз доходило. Мы сделали один человек кокот, это достаточно, чтобы заниматься наркотой. Угу. Так что нелегальные ресурсы тоже доступны даже гражданским. Есть еще особенно этот Крым остров, зона аномалий. Туда лучше не лезть. А там что за аномалии? Ну, там различные глухи и все остальное обитает. А, вот так вот. Да, надо сходить посмотреть. Кстати, еще, если покупаете металлоискатель и лопату, вы можете заняться кладоисканием. Находите клад, в нем семена. Семена могут быть марихуаны, канафли, всего что угодно. И это потом выращиваете в любой точке карты. Выращиваете плантацию, делаете, потом собираете урожай и едете, перерабатываете. Просто посадили семена, более лайтлая версия. Посадили семена, ждете, не раз вымахали, выросли, вы собрали ресурсы. Но смысл в том, что если это нелегальный ресурс, вы когда посадите, эта точка засветится. Нет, нет, не засветится. А, не засветится? Ну да, и как бы вот у нас в прошлый раз, например, когда мы сажали, там с админами проверяли, менты прямо рядом проехали. И хорошо, что нашу плантацию, мы между домов посадили, марихуану, они не заметили. Нам повезло. Ну, перестройки такие глобальные, мы не хотим делать, чтобы людям было комфортно с ВПС. И мы не Римус, РП, где там стоят высотки, где здания пиргаси, и просто ты проезжаешь под ФПСом 5-3, просто в кадровом режиме. Но это никому не нужно. Мы здесь же пришли поиграть, расслабиться, а не напрягаться и злиться. Ну да, да, да. Тачки полностью все сами перекрашиваем, как бы делаем. Вот эту вот скорую, на нее не обращать внимание, ее нет в магазине. Просто мы любим на скорой кататься. Скоро завезем нормальную скорую, еще с тележкой, что он там людей по РП загрузил, как на MyLife, закинул машину, увез. И в тачке, вы сами заметили, когда с лишним нельзя открывать ее. Потому что мы ее инвентарь тоже сделаем для того, чтобы... Ну, меньше дюперов. Мы пытаемся исключить вот эти все нечестных игроков таким образом. А сохраняется то, что он нафармил в гараже? Да, легальный ресурс сохраняется, нелегальный сохраняется только... Например, если собрали коноплю, не переработали, то конопля сама сохранится. А если переработали коноплю, убрали в гараже, она пропадет. Ну и вот, друзья, наверное, вы уже догадались, что это был администратор этого проекта. Уже по сложившейся традиции администрация вычисляет новичков и под разными предлогами с ними встречается. Так и получилось в этот раз. Поэтому я извиняюсь за фон. Я не рассчитывал записывать, спокойненько стоял фармер, как фармил, как откуда ни возьмите, что они появились. Ну и развязался разговор. Из разговора, наверное, вы уже поняли все об этом проекте. Кстати, вот он опять меня догоняет. Слушай, а может грузовик тебе дать? Грузовик? Ну, у меня просто в гараже есть, на котором я работаю. Давай. Ну и вот таким вот образом он действительно дал мне грузовик, на котором уже, конечно же, мне стало фармить гораздо легче. Это, конечно, не квадроцикл. Хотя надо сказать, что сам грузовик, ну, такой себе грузовик, если честно. Кабина выполнена хорошо, а как видите, будка, как будто бы текстурки забыли наложить. И звук этого грузовика, ну, вы сейчас сами слышите, как это выполнено. Ну, а я же далее поехал собирать медь. Это самая ближайшая точка, и обычно я езжу на нее, чтобы немножко подфармить и купить себе вертолетик. Дальше случилось небольшое РП. Ко мне прилетели сюда полицейские, но не очень удачно они приземлились. Поэтому вызвали скорую. И заметьте, когда приехал скорая, несмотря на то, что это полицейский, никакого подъема на месте не произошло. Медик забрал полицейского и отвез его в госпиталь. И поднимать его будет именно там, в госпитале. Никакого подъема на месте здесь не происходит. Все идет по РП. Я же далее поехал на переработку меди, и здесь, в общем-то, ничего интересного нету. Стандартная точка. Единственное, что здесь у меня есть замечание, что нету кнопки переработать все, как вы видите. Опять надо вписывать вручную. Ну да-да, можно написать в комментариях, что пользуюсь Ctrl-V, Ctrl-C. Ну, это те же самые две кнопки, что нажать 36 или нажать Ctrl-V. Поэтому вот. Ну, а что касаемо скорости переработки, я бы сказал, достаточно быстрая. Это еще с учетом того, что есть возможность прокачать эту скорость. Ну, в общем-то, вот такая вот переработка. Ну, и вот таким вот образом, с помощью грузовика, который дал мне администратор, мне удалось нафармить какое-то количество денег и купить вертолет. На нем-то я и полетел смотреть на ту самую группировку, которая есть на этом проекте. Группировка называется Миротворцы. Ну, а если быть точными, называются они СВ-ТИМ, а Миротворцы это их направление. Ну, а как выглядит их база, вы сейчас видите. Я не сторонник милитаризированного стиля, поэтому мне никогда не нравятся высокие заборы в эти башни. Поэтому это, я бы сказал, на любителя. Ну, и как сказал администратор, они стараются отходить от такой вот системы и внедрять сюда какие-то мафиозные группировки, которые будут пользоваться простыми гражданскими зданиями, без всяких вышек, заборов и тому подобное. В общем-то, как выразился администратор, мы сторонники особняков. Я же полетел в сторону аномальной зоны, которая здесь есть. Она занимает весь остров Крым. И посмотрите, как это происходит. В воздухе левитируют огромные скалы. К сожалению, вертолет тут же начал ломаться. Поэтому мне просто пришлось покинуть эту территорию. Но зрелище, которое мне открылось, было действительно удивительное. Это огромная скала, вокруг которой летают куча маленьких камней. Пройти туда можно, я насколько понял, только пешком. Потому что вся техника, которая попадает в эту аномалию, тут же ломается. И как видите, вертолет уже весь пожелтел. Лично я ничего подобного на просторах лайф-проектов не видел. Может быть, есть что-то подобное. Может быть, оттуда-то и взято с армосталкера. Но вот на просторах лайф-проектов я такое вижу в первый раз. Это действительно интересно. И я хочу, наверное, как-нибудь зайти и посмотреть на это все более-менее близко. Это прикольно. Это действительно удивляет. И как мне рассказали, там в глубине острова есть еще куча всяких интересных, удивительных вещей. Но об этом мы, наверное, не узнаем. Ролик растянулся уже больше, чем на полчаса. Хотелось бы показать вам еще много чего. Здесь есть какие-то свои уникальные точки добычи ресурсов. Свои ресурсы и свои точки переработки. Есть уникальные точки добычи плодово-овачных ресурсов. Есть еще на что посмотреть и что показать. Но, к сожалению, время неумолимо. И надо закругляться. Но тем, кому понравился проект, заходите, пробуйте, играйте. Для премиальных группировок, пришедших сюда и не имеющих высоких запросов, дают здание бесплатно. Это вы слышали от администратора. Поэтому играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел и всего вам доброго.